Кинематограф Каждая коллекция Дома Диор в исполнении Джона Гальяна – это уже небольшое представление, с сюжетом и сложнейшими декорациями. Еще чуть-чуть и будет целый фильм. Так что неудивительно, что дизайнер часто вдохновляется образами великих киноактрис. Свою новую коллекцию Гальяна посвятил Лорен Беккл, легендарной актрисе американского нуара. Алые губы, выразительные глаза и волнистая укладка – все модели выглядели под стать красавице Беккл. И сама актриса, кстати, была преданной клиенткой Дома Диор. Стоит ли говорить, что свой финальный выход Гальяна совершил в образе актера Хемфри Богорта, мужа Беккл? Создавая и собственную коллекцию, Джон Гальяна не смог противостоять влиянию кинообразов. Дело в том, что во время создания этой коллекции Джон вдохновлялся тем, к чему питает большую страсть – кино. Особенно его интересовал фильм «Сансет Бульвар». Это шикарный фильм 50-х, в котором речь идет о кинозвездах 30-х. Это фильм про их угасшую славу. Так Джон в коллекции цитировал сразу две эпохи – и 30-е, и 50-е. Создавая кутюрную коллекцию, не обошелся без аллюзий на ретро-фильмы и Жан-Поль Готье. Зал, в котором проходил показ, был оформлен под старинную киностудию, а модели одна за другой воплощали образы великих кинодив прошлого. Здесь нашлось место и фирменной бабетти Бриджит Бардо, и укладки Риты Хейвер. Сверкающие комбинезоны, серебристые бюстье, корсеты, велюр, кристаллы и обилие меховых изделий. Все роскошные наряды цитировали костюмы Барбареллы, дневной красавицы, Анны Карениной и других киношедевров. Свою вторую по счету коллекцию для дома ФРА дизайнеры Томмазо Аквилана и Роберто Ремонди создавали под впечатлением от фильма «Елизавета» с актрисой Кейт Бланшетт в главной роли. Благородные высокие воротники сразу выдают в дизайнерах фанатов эпохи Елизаветы I. Женщина ФРЭ отдает предпочтение минимализму. Она изысканна, не любит броские украшения. Прежде всего, она сдержана. Ты чудесно выглядишь в этом платье. Кинематографи черпают идеи не только зарубежные дизайнеры. Лилия Пустовит два сезона подряд тоже вдохновляется кино. В основу прошлой осенне-зимней коллекции лег фильм Алексея Германа «Бумажный солдат». А новую коллекцию для будущего лета Лиля создавала под впечатлением картины Франко Ди Ферелли «Чай с Муссолини». Я перед тем же смотрела фильм «Чай с Муссолини». Вот те дамы, которые пили чай с Муссолини, они же были англичанки. То есть буквально их дети уже, их внуки сделали панок. Таким образом, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно посещать все модные показы. Достаточно просто сходить в кино.